Всем привет! Мы очень любим праздники, но детский праздник – особенное торжество, требующее всесторонней подготовки и временных затрат. Сегодня поделюсь своими идеями касательно кулинарной части праздника. Обычно маленьким гостям сложно усидеть за столом, поэтому я предпочитаю устраивать фуршетные детские торжества. Конечно, какой же банкет без торта? С него и начну. В основе классический бисквит. 5 средних яиц недолго взбиваю миксером на средних оборотах. Добавляю 150 г сахара и пол чайной ложки ванилина. Взбиваю до пышного состояния. Масса хорошо увеличилась, после венчика на тесте долго держится след. Это верный признак того, что взбилось достаточно. Теперь смешиваю 120 г муки с 30 г крахмала. За 3 раза просеиваю эту смесь в тесто, аккуратно перемешивая. Важно, чтобы не было непромеса, но долго вымешивать все же не стоит. Классический бисквит я всегда готовлю без разрыхлителя, но если вы не уверены в своей духовке, добавьте половину чайной ложки. Заполняю тестом форму. Моя форма диаметром 22 см. Отправляю в разогретую до 180 градусов духовку. У меня бисквит выпекался 18 минут. После выключения я его оставила там еще на полчаса медленно остывать. Затем достаю из формы и полностью охлаждаю на решетке. После этого заворачиваю в пищевую пленку и убираю в холодильник на несколько часов, минимум на 6. Для пропитки использую простой сироп. 120 г сахара и 120 г воды довожу до кипения и снимаю с огня. Прослойка и покрытие будут из крем-чиза. На мой взгляд, это беспроигрышный вариант, который нравится большинству детей и взрослых. К творожному сыру добавляю 33% сливки, ванилин и сахарную пудру. Немного перемешиваю и взбиваю миксером минуты 3-4. Творожный сыр и сливки должны быть из холодильника. Точные пропорции всех рецептов я оставила в описании под видео. Крем получается воздушным, но в то же время хорошо держит форму. Также для начинки нарезаю клубнику. Разрезаю бисквит на два коржа. На дно тарелки наношу немного крема, чтобы торт не скользил. Пропитываю корж. Промазываю тонким слоем крема. Теперь делаю как бы бортики из крема по краю. Внутрь выкладываю ягоды. Сверху слой крема. Распределяю слегка придавливая. Второй корж это дно бисквита. Переворачиваю его дном вверх, чтобы торт был более ровным. Пропитываю. Наношу крем на бока торта. Ровняю. Вверх торта тоже покрываю кремом. Желательно его убрать хотя бы на часик в холодильник, чтобы крем немного застыл. После застывания наношу еще слой крема сверху и с боков. Украшаю клубникой. Можно добавить маршмеллоу или мини-зефир, кусочки шоколада, другие ягоды или просто украсить оставшимся кремом. Красивый, ароматный и очень вкусный тортик получается. Следующей сладостью будут пирожные на палочке. Кейк Попсы. Я заранее испекла шоколадный бисквит. Не буду затягивать ролик и еще раз показывать, как готовить бисквит. В описании под видео оставила пропорции для теста. Остывший корж нарезаю произвольно и измельчаю в крошку в блендере. Постепенно добавляю сгущенное молоко. Здесь нельзя сказать точно, сколько его будет. Это зависит в первую очередь от степени просушки бисквита, а также от густоты сгущенки. Нужно, чтобы из бисквитной массы хорошо формировался комок и при этом не рассыпался. У меня ушло 120 граммов сгущенного молока. Теперь формирую шарики. Даю полежать в холодильнике около часа. Затем растапливаю шоколад на водяной бане. У меня тут две плитки молочного шоколада. Пластиковые палочки обмакиваю в шоколад. Затем прокалываю ими бисквитные шарики. Шарики погружаю в шоколад. И в кондитерскую посыпку. Делаю также с кокосовой стружкой. У меня из этого количества получилось 12 кейк-попсов. Дети очень любят подобные угощения. Убираю в холодильник до полного застывания шоколада. Теперь очень простой и полезный десерт. Здесь 400 граммов творога. Добавляю к нему 200 граммов вареного сгущённого молока. И пробиваю блендером до однородности. Четвертинками нарезаю клубнику. И абрикосы. Формировать десерт буду в невысоких стаканах. На дно немного крема. Затем кусочки абрикосов. Снова крем. Теперь клубника. И еще слой крема. Украшаю. Это количество крема рассчитано на 6 вот таких порций. Ну и конечно напиток. Дети любят газировку. Но если состав покупной вам не внушает доверия, воспользуйтесь следующим рецептом. Мне понадобится 3 некрупных апельсина и лимон. Фрукты очищаю от кожуры и выжимаю сок. У меня получилось около 300 миллилитров. Теперь варю сироп. К 130 граммам сахара выливаю такое же количество воды и кипячу. Даю сиропу слегка остыть и через сито процеживаю к нему сок. Мне понадобятся емкости с плотно закрывающимися крышками. Можно обычную пластиковую бутылку или просто 2-х литровую банку взять. А у меня вот такие стеклянные бутылки. Разливаю сок с сиропом. Теперь мне нужна обыкновенная питьевая газированная вода. Стараюсь наливать аккуратно по стеночке, чтобы сохранились пузырьки. Плотно закрываю крышкой и убираю в холод. Такой лимонад можно делать накануне и хранить в холодильнике. Он отлично себя чувствует и на следующий день. Часто бывает такое, что маленькие гости оказываются большими привередами в еде. Но почти никто из них не откажется от фастфуда. Но если допускать в детское меню такую еду, то нужно постараться, чтобы вред от нее стремился к нулю. Первые в списке домашнего фастфуда бургеры. Булочки для них я готовлю сама по моему любимому рецепту дрожжевого теста. Я его уже показывала, ссылку оставила в описании и список ингредиентов тоже. Вот тут у меня примерно килограмм свинины. Я ее промыла и обсушила и делаю из нее фарш. Я использую блендер, так котлета будет более плотная и крепкая. Добавляю чайную ложку соли и чайную ложку сушеного чеснока. Теперь фарш нужно отбить 10-20 раз. Это делается для однородности и чтобы готовое изделие не разваливалось при жарке. Формирую котлеты. Их можно делать непосредственно перед приготовлением, а можно накануне. Для этого удобно использовать пищевую пленку. Котлетки должны быть тонкими и чуть большими в диаметре, чем булочка. При жарке они приподнимутся и уменьшатся в размере. Несложно посчитать, что из килограмма фарша у меня выходит 20-50 граммовых котлет. Обжариваю на среднем огне по 2,5 минуты с каждой стороны. Очень важная часть бургера – соус. Нарезаю 3 некрупных луковицы и обжариваю на среднем огне. Теперь добавляю сушеный натуральный кетчуп – 1 чайную ложку. Если такого нет, можно использовать домашний кетчуп или покупной, но качественный. Обжариваю, чтобы специи лучше раскрылись. И добавляю 3 столовые ложки томатной пасты. Еще пару минут обжариваю и вливаю 150 мл куриного бульона. Немного тушу, солю и выключаю. Пробиваю блендером. Соус готов. Нарезанный кольцами лук ошпариваю кипятком. В чашке смешиваю чайную ложку соли, столовую ложку сахара, 3 столовые ложки лимонного сока и полстакана воды. Отправляю туда лук и даю промариноваться минут 30. Булочку разрезаю на 2 части. Желательно ее слегка поджарить, чтобы она не размокла от соуса. На нижнюю часть наношу соус. Затем лист салата, котлетка, еще соус, 3 колечка лука. Можно и без него, если дети не любят. Листок сыра, кружок помидорки, лист салата и снова соус. Для удобства прокалываю каждый бургер шпажкой. Фастфуд любят не только дети, но и, конечно, взрослые, поэтому я делаю таких закусок сразу побольше. Теперь покажу куриные палочки. Детям они очень нравятся. Часто готовлю, даже без всяких праздников. Куриное филе нарезаю полосками. Добавляю к нему 1,5 чайной ложки соли, 3 зубчика чеснока через пресс, примерно столовую ложку растительного масла и перемешиваю. Для панировки я всегда использую домашние панировочные сухари, с покупными не сравняться. Добавляю к ним сладкую паприку и измельченные тыквенные семечки. Перемешиваю. В сухаря можно добавить немного крупной соли. Кусочек курицы обваливаю сначала в муке, затем в яйце и в панировочных сухарях. Выкладываю на противень. У меня из этого количества выходит 2 противня. Отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов на 13-15 минут. Я запекаю с конвекцией. Куриные палочки, они же стрипсы, получаются очень хрустящими, вкусными и сочными. Главное не передержать их в духовке. Дети очень любят. Вместо картошки фри я обычно готовлю картофельные палочки. Вкуснее и интересней обычной картошки. Картофель отвариваю с добавлением соли и сразу же, пока горячий, хорошо разминаю. Даю остыть до теплого состояния и добавляю сыр, натертый на мелкой терке. В панировочные сухари добавляю соль, сладкую паприку и сушеный чеснок. Теперь формирую палочки. Мне удобнее вот так, но можно и просто руками. Тут очень ровные углы, не важны. Обваливаю в крахмале. Затем в яйце. Здесь нужно действовать аккуратно. Помогаю лопаткой или ножом. Теперь в сухарях. Такого количества ингредиентов хватает на 2 противня. Запекаю в духовке при 180 градусах с конвекцией 10-15 минут. Нужно контролировать, чтобы не потек сыр. Палочки хрустящие, ароматные и нежные внутри. Обязательно на детский стол я добавляю фруктовую тарелку и тарелку с овощами. Еще я часто готовлю на детские столы безе на палочке, но здесь ничего особо примечательного нет, поэтому этот рецепт я не показывала. Я готовила для шестерых детей, но то, что касается фастфуда, пользуется спросом и за взрослым столом тоже. Фуршет, на мой взгляд, более удобен и интересен детям, чем традиционное застолье. Но, конечно, нужно учитывать возраст и предпочтение ваших гостей. Берите рецепты на заметку, радуйте детей. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Ставьте лайк, если ролик вам понравился. Подписывайтесь на мой канал. У меня еще много рецептов, которые вас удивят.